Меня зовут Андрей Коваленко. Я, как уже сказал, Игорь, технический директор компании Vox Implant. Хоть у нас тренды этого года и следующего, и, наверное, еще ближайших десяти, это machine learning и все такое модно интеллектуально, я хочу рассказать о более приземленных вещах, которые, несмотря ни на что, являются достаточно необходимыми для полноценного функционирования любого сервиса, в том числе и нашего. Собственно, хочу рассказать о том, что такое uptime, SLA, как их считать, как их увеличивать, как все можно резервировать, чтобы сервис работал максимально надежно. Ну, собственно, что такое uptime? Это количество запросов в сервис, точнее их процент, который был выполнен успешно. И первый вопрос, а как, собственно, их считать? Первая проблема в том, что сам uptime является достаточно комплексным параметром, и если ваш сервис является чуть более сложным, чем, я не знаю, дата-центр, ну, с точки зрения конечного пользователя, естественно, организация дата-центра — это очень сложная задача, то возникает вопрос, а как, собственно, его считать? Есть там 20 видов услуг, которые вы оказываете, и какие-то здесь могут работать, какие-то не работать. И, собственно, что должно быть? Вторая проблема, которая вытекает из этого, это субъективность оценки uptime, что у вас есть 25 клиентов, часть из них пользуются одними сервисами, часть — другими, и, соответственно, по факту для них доступность вашей услуги будет разная. И тут это тоже стоит учитывать. Интересно, что это какая-то нумерация. И третья проблема — это определение зоны ответственности. То есть, если сервис недоступен, а, собственно, чья проблема? Это наша, клиентская или какого-то промежуточного узла? Соответственно, хотел бы начать с того, что некоторые компании тут, собственно, выглядят как картинка. На самом деле, это часть скриншота с одного сайта очень крупной, уважаемой американской компании, предоставляющей разные сервисы, и выделенные серверы, и облачные услуги. Они обещают в некоторых местах стопроцентный аптайм. Ну, этого не бывает. То есть, стопроцентов вам не сможет дать никто и никогда. Живым доказательством этого влияет, собственно говоря, классификация, которую дает аптайм-институт дата-центрам. Есть как бы четыре стандартных уровня, тир-1, тир-2, тир-3, тир-4, и даже у самого высокого из них уровень доступности и то не стопроцентов. То есть, такого просто не существует. То есть, может быть, на самом деле, по факту такое где-то и бывает, но в реальности это не так. Почему, собственно, не бывает? Ну, во-первых, рано или поздно все ломается. То есть, все компоненты, которые мы используем, у них есть какой-то срок службы, у них есть внутри какой-то софт, в котором могут быть ошибки. Поэтому рано или поздно они могут сломаться в тех или иных условиях. Вторая проблема — это то, что мы все живем в вакууме и пользуемся какими-то сторонними сервисами, пользуемся услугами каких-то операторов связи. Мы живем, опять же, в стране, где есть регуляторы, ну, и думаю, что они есть во всех странах, которые могут как-то влиять на те услуги, которые мы оказываем. Третья проблема — это человеческий фактор, от которого никто не защищен, даже самые крупные компании. Достаточно громкая была публичная история, когда, например, у Амазона из-за ошибки человека, который настрелил биллинг, полностью практически выключился сервис-хранилище. То есть от этого не застраховывали никто. Люди могут ошибиться. Это случается. Четвертая причина, по которой не бывает 100% — это, собственно говоря, необходимость периодического обслуживания тех или иных сервисов. Без этого тоже никуда. Если мы хотим, чтобы наша система работала хорошо, качественно и соответствовала текущему уровню, например, отречения безопасности информационной, то нам нужно периодически обслуживать, что-то обновлять, и это тоже может повлиять в итоге на время доступности. Есть, это были основные такие поверхностные причины, есть более глубокие причины, почему не бывает 100% обтайм ни у кого никогда. Ну, именно у сервисов. То есть если вы делаете сервис, наверняка у вас внутри есть база данных, но она есть почти у всех, я думаю, и тут в силу вступает так называемая каптиарема, которая говорит о том, что из трех характеристик базы данных — это ее консистентность, доступность и чувствительность к каким-то сетевым проблемам — мы должны выбрать те две, которые мы будем обеспечивать, а третью нам, к сожалению, от нее придется отказаться. То есть такого, что обеспечить все сразу, это просто технически невозможно. Собственно, что, ну, в двух словах, что эти три вещи значат, думаю, все знают, но на всякий случай напомню. То есть консистентность — это то, что какие данные мы положили, те данные мы и забрали сразу же при следующем запросе. Доступность — это то, что все запросы выполняются успешно, и чувствительность к системам проблемы — то, что если вот, как на этой картинке, какие-то нехорошие люди уничтожили все оптические кабели в каком-то городе, то после того, как они их починят, система придет в жизнеспособном состоянии и не будет вне каких-то логических ошибок. И чаще всего отказываются, ну, для многих сервисов отказываются именно от доступности, потому что, как сказал нам один известный человек, лучше, меньше, да лучше. То есть, да, можно пытаться сделать какую-то сверхнадежную систему, которая будет максимально доступна в ущерб каким-то другим характеристикам, но по факту это может сыграть с вами злую шутку. Ну, это, по сути, аналогия из реальной жизни, что есть быстро, дешево, качественно, нужно выбрать два из трех. Не бывает всего сразу. То же самое как бы и в базах данных. Собственно говоря, вот в погоне за этими ста процентами часто люди делают очень сложные инженерные решения, избыточно. То есть, допустим, вот есть какая-то сейчас система, которая обслуживает там, не знаю, 99,9% запросов. И тут директор говорит, нам нужно больше. Окей, мы увеличиваем доступность там на полсотых процента, делаем какое-то очень сложное решение, которое в итоге нам приносит какую-то супер-проблему просто из-за ошибки в коде, потому что проект стал сильно более сложным, неоправданно более сложным. И, ну, в принципе, чем система проще, чем она надежнее. Конечно, не стоит отказываться вообще от всех функций, какие только могут быть, но нужно понимать, что каждая следующая прибавка там на сколько-то, сколько-то, доль процента, она может очень сильно негативно сказаться на количестве ошибок в том продукте, который, собственно, мы делаем. Собственно, теперь как считать SLA? То есть хорошим тоннами является формирование некой статистики по доступности своего сервиса, особенно если мы делаем некое инфраструктурное решение, как, например, наше. И мы должны как-то уметь считать вообще наши SLA. Для этого нужен, естественно, какой-то мониторинг, который будет определять, что у нас сервис работает или не работает. Ну, первое правило, что лучше делать его из максимально доступного количества точек, лучше из трех, чтобы мы точно понимали, что у нас сейчас проблема именно в нашем сервисе, а не в мониторинге. Второй факт, что нужно делать этот, естественно, мониторинг откуда-то максимально из удаленного места, то есть которое не связано с нашей инфраструктурой никак. И мониторинг нужно делать максимально гранулярным. То есть если у нас есть 25 компонентов системы, то лучше мониторить каждый отдельно и выводить статистику по каждому отдельно, чтобы, во-первых, у людей была более подробная информация о том, что именно сейчас работает или не работает. И это даст нам возможность дать более объективные и качественные цифры по самому SLA. Собственно, вот то, что я начал говорить, что у нас есть два компонента, и они, скажем, были доступны оба 90% времени за какой-то промежуток, скажем, за день. И по каждому из них SLA, очевидно, у нас был 90%. Но если мы считаем SLA всей системы в целом, то возникает вопрос. Вот, допустим, сейчас они были недоступны одновременно, и SLA у нас стал 90%. А если, допустим, они были недоступны в разные какие-то временные интервалы, то какой, собственно, SLA у нас 80% или 90%? Ответа правильного на самом деле нет, потому что это зависит от того, кто этим пользуется, как он этим пользуется. Поэтому если мы показываем SLA для каждого сервиса отдельно, то мы тем самым себя вверх ставим более выгодное положение и в то же время даем клиентам более полную информацию. Теперь, собственно, хотелось бы рассказать немножечко о способах резервирования, которые есть. Конечно, наверняка не все, но какие-то основные. Ну, резервировать можно почти все. Ну, ключевое слово «почти». И когда вы делаете систему, у вас там есть 25 компонентов. Естественно, все хотят максимально быстро выпустить продукт на рынок, и времени на резервирование зачастую не хватает. Но так или иначе озаботиться этим нужно, и хотелось бы, наверное, понимать, собственно, с чего начать вообще. То есть есть там 20 компонентов, с чего начать. В первую очередь нужно, конечно, оценить влияние на бизнес-процесс. То есть если есть какой-то компонент максимально чувствительный, то он должен быть резервирован в первую очередь и идти с максимально доступным SLA. Ну, например, для себя мы решили, что это, собственно говоря, звонки в нашей платформе коммуникационной, что логично. То есть если, допустим, у нас не будет работать, например, оплата или регистрация новых пользователей, для нас это менее критично, чем… Ну, хотя оплата не факт, но регистрация новых пользователей явно менее критична для нас, чем сами звонки. А если, допустим, вы делаете сервис, скажем, какой-то интернет-магазин или сервис онлайн-знакомства, то для нас как раз может быть более важной именно регистрация, потому что для вас ключевой компонент — это клиенты, которые у вас зарегистрировались на сайте. Второй критерий, который стоит учитывать при планировании работ по резервированию — это сложность восстановления. То есть, допустим, есть какая-то система, которая очень сложно зарезервировать, но для того, чтобы ее починить, нужно потратить 10 минут администратору, то, возможно, это стоит отложить на потом и начать работу по резервированию с того, что восстановить сложнее. Ну и дальше уже будут какие-то другие критерии, они специфичны для каждого бизнеса, то есть это либо стоимость работ, может быть, какое-то супердорогое оборудование будет или супердорогие сервисы, может быть, там какие-то есть репутационные риски, ну или какие-то еще критерии, здоровый сон руководителя, не знаю, что-то еще. Что можно резервировать? Облачные сервисы. Они все очень красиво обещают высокую доступность, почти всех у них есть, скажем, в каждом регионе три зоны доступности. Они все говорят, что они полностью независимы и все три дни, когда в жизни сразу не сломаются одновременно, но это не так. То есть мы лично сталкивались с такими ситуациями, что у уважаемых облачных сервисов из первой тройки полностью пропадала доступность какого-то региона целиком. Поэтому если у вас есть какой-то суперкритичный сервис, то рассчитывать на то, что за вас все сделают дядя Google или Amazon, не стоит. Нужно что-то делать все равно своим сверху того, что предлагают они в плане high availability. Если вы решили делать что-то сами, то есть ряд вариантов, как можно что-то, с чего начать. Самый простой вариант — это резервирование на DNS. Он действительно простой, то есть настраивается health check, который опрашивает, собственно говоря, узлы, которые выполняют запросы и определяет, кто из них доступен, и, соответственно, клиенты направляются на тот или иной узел. Ну, у него есть… то есть сломалось, на него запросы не пойдут. У него есть плюсы, конечно. Это действительно очень просто, быстро, это гибко. Плюс DNS как бы сам географически распределен, поэтому проблем с резервированием DNS не стоит. Также плюс является то, что это одно и то же решение и для резервирования, и для масштабирования системы. То есть вы сделали одну настройку, она у вас даст, по большому счету, все, что вам нужно. Ну, есть, конечно, у него и минусы. Главный минус — это TTL. То есть можно, конечно, поставить, сделать запись TTL в минуту, но это все будет минута. И не факт, что все DNS-серверы действительно сохраняют запись только на минуту. Также минусом является то, что, если у вас есть, ряд каких-то серверов, которые стоят за этим DNS-балансировщиком, у них у каждого свой IP-адрес, и это будет сложно для настройки, если, допустим, вы работаете с интерфрайз-клиентами, у которых повышено требование к фейерволам. То есть они не могут открыть все. Им нужно знать, что именно нужно открыть. И это может быть проблема. Они не любят открывать много. И также важна правильная настройка Health Check, чтобы он адекватно понимал, что вот этот узел сейчас, недоступен, они не просто, допустим, пинговал его. Более такой сложный вариант — это настройка какого-то программного или аппаратного лоутбалансера, который сам принимает все запросы и перенаправляет их на тот или иной узел вашей сети. Он, соответственно, сам определяет каким-то образом доступность их и решает, куда направить запросы. Ну, тоже, соответственно, из плюсов — это гибкость. Возможность настроить таких лоутбалансеров, как вам нужно. Как и в случае с DNS тоже это решение позволяет как обеспечить high availability, так и отмасштабировать ваш сервис. Ну и плюс это решение есть как бы из коробки почти во всех облачных продуктах инфраструктурных. Вот. Но как бы сразу вопрос, а кто будет резервировать лоутбалансер? Потому что он получается некой точкой отказа и как бы та же самая история будет про него. Плюс как бы коробочные решения из Amazon и Google они всегда могут быть достаточно гибкими. Что-то они могут не уметь, то, что вам будет нужно. Придется вот так делать все самим. И, допустим, если у вас не только HTTP, а, допустим, какие-то протоколы на базе UDP используются для вашего сервиса, то, например, лоутбалансеры из облачных продуктов могут их не уметь. Например, Amazon не умеет. Кто-то может умеет. Может научиться потом. Соответственно, переходим к более сложным вариантам, которые уже работают на своей инфраструктуре. Соответственно, вариант с протоколом VRRP. VRRP расшифровывается как Virtual Router Redonancy Protocol, то есть протокол обеспечения избыточности маршрутизатора. Изначально он был задуман именно для маршрутизаторов, для сетевых устройств, но в общем ничто не мешает его использовать для каких-то других сервисов, где требуется высокая доступность. То есть как он работает? Есть два сервера в одной сети. Это может быть либо физическая сеть, либо VLAN какой-то. У них есть общий IP-адрес, и они взаимодействуют друг с другом, понимают, кто сейчас должен им владеть. Плюс это решение, что он реально работает очень быстро. То есть если сервер выключается, то второй активируется буквально за какие-то секунды или даже за долю секунды. Также плюс является то, что IP-адрес один, если у вас интерфайс-клиенты, которые требуют жестких настройках firewall, для них это будет совершенно прозрачно. Они не будут видеть всего этого резервирования со своей стороны. Ну и из минусов в то, что эта штука работает только в одной локации на самом деле хорошо. То есть реализовать ее между дата-центрами — это достаточно сложно, чтобы она работала еще и стабильно, не возникало никаких проблем. Ну, соответственно, вот, например, эту технологию мы используем у себя в системе для резервирования SIP-прокси, потому что именно вот у него возникают требования и по фейрволлам, и по максимально быстрому переключению, и другие решения там просто не подошли. Дальше опускаемся еще ниже, на, так сказать, в прошлое, уход назад — это в телефонию. В телефонии самые большие проблемы с резервированием, потому что, во-первых, у партнеров, с которыми мы работаем, АТС может быть там достаточно старая, она работает хорошо, но она как бы уже лет была выпущена 10-15 назад, она много чего может не уметь. И плюс к телефонии очень высокие требования по SLA ожиданию клиентов. То есть если, допустим, у вас не работает интернет, наверняка у вас есть какой-то резервный провайдер, на который вы можете рассчитывать. А если у вас не работает телефония, и вам люди не могут дозвониться, то это сразу вызывает очень большой поток негатива со стороны клиентов. И зачастую бывает, что у нас, допустим, есть наш мониторинг, который срабатывает, скажем, через, не знаю, минуту. И иногда клиенты пишут, что нам быстрее, чем он срабатывает. То есть настолько велики у них ожидания доступности этого сервиса. Поэтому, собственно, как можно резервировать телефонию? Ну, вариант самый такой хороший, казалось бы, это горячий резерв. То есть есть какая-то АТС-партнера, мы подключаем к ней две наших АТС, и АТС-партнер решает, соответственно, какая из наших АТС доступна, и звонит либо на одну, либо на другую. К сожалению, этот вариант работает далеко не всегда, то есть просто не все это умеют делать. Второй вариант — холодный резерв. То есть есть АТС-партнер, к которому мы подключаем две свои АТС путем хитрой коммутации проводов. И мы уже сами на программном уровне решаем, какая из наших АТС сейчас будет активна. Плюс это вариант, что он работает вообще со всеми возможными поставщиками, то есть нет у нас никакой зависимости от того, какое решение стоит у партнера. Минус — то, что приходится делать вручную какие-то работы. То есть тут требуется наличие поддержки, которая будет готова сидеть в любое время суток и это переключать. Это, конечно, минус, но зато работает прямо всегда. Теперь хотелось немножко говорить о софте. То есть потом все говорили про инфраструктуру, а теперь немножко про софт. Какие есть варианты? Ну, вариантов куча. Всякие разные кластеры есть почти что в любом готовом программном продукте, который сейчас все используют. Но если мы пишем что-то свое, а без этого никуда, то есть ряд вещей, которые могут нам помочь. Первое — это сейчас стала модно микросервисная архитектура. Она действительно помогает. То есть если мы развернем, допустим, кластер в Kubernetes, то там вопросы все уже и резервирования будут решены за нас, и обновления, и все это как влияет на доступность в конечном итоге. Если это сделать нельзя, а, к сожалению, не все можно засунуть в Kubernetes, как бы того не хотели его авторы, то мы делаем первый раз свой кластер, и тут важно правильно определять, собственно, кто у нас сейчас в кластере будет главным. Для этого есть куча готовых решений. И ТЦД, консул, они, по большому счету, решают одну и ту же задачу установления кворума, чтобы софт понимал, кто сейчас главный, а кто реплика. Ну и также важно правильно определять, собственно говоря, насколько софт жив. То есть он может быть доступен, он может на какие-то запросы отвечать, но при этом какую-то функцию свою не выполнять. То есть важно правильно настраивать хелл-чеки, правильно анализировать логи, правильно все мониторить. Что резервировать нельзя? К сожалению, это есть. То есть в некоторых случаях даже телефоньюзер резервировать нельзя. И часто еще бывают проблемы со сторонними сервисами. То есть вы, допустим, используете какой-то компонент, например, для борьбы с фродом. И вот он такой один. Он может не работать. Соответственно, наш сервис должен быть готов к тому, что этот сервис не будет работать. Мы должны функционировать в каком-то ограниченном режиме без него. Ну, собственно говоря, вот то, о чем я хотел сегодня рассказать, то есть какие основные вещи. Что, во-первых, не бывает 100% SLA, как того бы, кто не хотел. Не нужно пытаться догнать его максимально. То есть нужно соблюдать баланс между надежностью и доступностью всегда. И качеством продукта. Почти все зарезервировать можно, если есть желание. И главное делать это в правильном порядке. То есть нужно определить, какие главные для вас вещи, какие побочные. И, соответственно, решить, что вы будете делать в первую очередь. Ну, собственно, все. Какие-то вопросы есть. Буду рад ответить. Спасибо, Андрей. Давайте поаплодируем. Значит, смотрите, по поводу вопросов. Девушки из компании GrowUp за лучший вопрос будут дарить сертификаты. Вот. Так что вот небольшое поступление. Да? Василий? Василий у нас вопрос. День добрый. Подскажите, из вашего опыта какие-то цифры при работе АТСки с внешними провайдерами? То есть насколько они качественно работают, то, на что мы, как клиенты, обычно не можем влиять? Ну, это зачастую зависит от, на самом деле, региона. То есть, допустим, в Москве… Мы рассмотрим Москву и область. В Москве, в принципе, вот такие крупные аварии, чтобы была какая-то прям недоступность, ну, за исключением плановых работ, вот за четыре, наверное, года, которые мы этим занимаемся, была, наверное, только один раз, что была вина проблема какая-то на АТС. То есть бывают часто какие-то ошибки, то есть кто-то где-то что-то не так сконфигурировал, и какие-то звонки не проходят. И проблема в том, что операторы крупные, типа там Beeline, МТС, МГТС очень долго решают проблемы такие. И даже если ошибка простая в конфигурации, она может держаться несколько часов. И вот, так вот, за все время таких проблем было, наверное, там одна или две, может быть, три, но они, к сожалению, решаются достаточно долго. То есть рассчитывать на быстрое решение проблем у крупного магистрального оператора не приходится. То есть это часа четыре-пять. А если мы говорим про регионы, то все может быть еще сложнее. То есть там и восемь-девять часов вполне может быть недоступность сервиса, к сожалению. С точки зрения недоступности направления для звонков? В плане входящих сходить или исходящих? Исходящих. То есть, например, в какой-то регион пытаетесь дозвониться, и именно либо этот клиент, провайдер недоступны, как часто такое. Тут как бы на своей стороне у нас есть ряд поставщиков, с которыми мы работаем. То есть если через одного звонка не проходит, мы отправим его через другого. Тут все зависит, скорее всего, от доступности уже оператора, обслуживающего конечный номер. Проблемы обычно в этом именно там. Но они на самом деле достаточно редки. То есть, как я уже сказал, они возникают редко, но чинится долго. Вот такая практика. То есть такого, что регулярно у кого-то оператора что-то ломается, этого нет обычно. Все достаточно стабильно, но чинится долго. А есть какие-то цифры просто из моего опыта? Очень часто с теми провайдерами, кем мы работаем, направление отваливается, но условно на минуту-две и быстро восстанавливается. Вот есть ли у вас какие-то цифры, примеры? Ну, такие небольшие проблемы. То есть тут нужно понять, что… Меня слышно, да? Да, слышно. Зачастую бывает, что мы операторам о проблеме сообщаем, они говорят, что она какая-то была временная, и мы даже в ней разбираться как бы и не будем. Сейчас все работает и работает. Вот цифры по количеству или по их срокам решения сейчас, наверное, я сказать не смогу, мне нужно понимать статистику, но такое уж прям какое-то направление отвалилось надолго. Это обычно связано, опять же, именно не с техническими проблемами зачастую, а, например, с блокировками у операторов. То есть, допустим, МТС или МГТ, ну, по большей части МТС, значит, прощекуют блокировки. И тут проблема-то не техническая, и нужно там с ними подсозваниваться, решать все это. Именно технические проблемы возникают, по-моему, достаточно редко. Я понял, спасибо. Давайте следующие вопросы. Один поток вопросов и закрыл все вопросы. Возможно, у кого-то еще есть вопросы? Все?